Всем привет, друзья! В прошлом году, где-то в октябре месяце, насобирал семян липы и положил их на стратификацию. И вот сейчас уже конец апреля и смотрю, что семена мои пока что еще не торопятся проклевываться, прорастать. Но зато сегодня то, что я увидел на улице, идя по дороге, мимо липовой аллеи, меня поразило просто. Сейчас я вам покажу, что же я увидел. Вот сколько наросло, видите? Вот это все липа. Копай, сажай, пожалуйста. Вот если есть у вас вот такая аллея из лип, или вообще какая-нибудь липа, то можно воспользоваться моментом. Так, аккуратненько надо их немножечко... Подковырнуть... Подковырнуть... Вот такой вот перешочек. Я надеюсь, я не меня отрежу. Лучше, конечно, с землей брать. Ну, как получается. Вот такой вот... Красавец, росточек липит. Попробую шпателем вот таким вот... Малярным. Потому что под рукой, что было, то и взял. Ну, и малярным шпателем лучше получается. Вот, посмотрите, сколько их... Видите, какие... Красавцы. Это липа... Мелколистная. Вот такие вот перешочки. Не знаю, сколько им понадобилось для того, чтобы они проросли. Но, к примеру, в прошлом году... В прошлом году их не было. А в этом году, ну, просто ковер. О, вот этот тоже возьму росточек. Хорошенький. Вырастет. Друзья, пока выкапывал саженцы липы, подошла ко мне женщина потом в конце и спрашивает. А что это вы там выкапываете? Что вы там грибы собираете, что ли? Я говорю, объяснил ей, что высаживаю... Выкапываю саженцы липы. Она мне говорит, так они же будут долго расти. Ну, говорю, всему свое время. Вырастут. Главное терпение. И вырастут. Так что, вы видите, не каждый человек хочет заморачиваться, ждать. Хотят все купить готовый большой саженец. Я как-то 19 лет назад нашел в ботаническом саду пророщенные желуди. Они валялись на земле под дубом. Ну, я решил их взять и посадить в бутылки с землей. Прошло уже 19 лет. Не все, конечно, дубочки выжили, потому что те, которые я высадил в парке, их футболисты сломали. Ну, а вот те, которые я подарил своим знакомым, друзьям, они выжили. И сейчас красавцы четырехметровые растут себе и радуют тех людей, которые их посадили возле своего дома. Так что, ребята, время летит, а деревья растут. Вот такая вот мудрость, премудрость. Вот так вот. Сажаем деревья, друзья. Ну что ж, друзья, небольшая часть лип пересажена по стаканчикам. Еще столько же осталось, даже больше сеянцев, которые я накопал. Посмотрим, как они приживутся. Пожелаем им удачи. А на этом у меня все, друзья. Всем пока. До новых встреч.